Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Кто хочет стать миллионером», где любой из телезрителей может хоть раз в жизни посидеть в самом известном кресле. И каждый из них может встать из этого кресла миллионером. У нас есть 10 мужчин и женщин, простите, дам, которые очень хотят выиграть сегодня миллион. Давайте с ними познакомимся. Это Стив Фокк из Хемпшира. Лен Греттон из Восточного Сасикса. Кармел Бернетт из Кента. Ноэл Тензи из Южного Йоркшира. Джо Бакли из Дервишира. Тереза Хьюитт из Демфриз и Галловей. Нил Картер из Кента. Дэрек Френч из Западного Мидланда. Виф Томас из Лангаширы. И Билл Коллинз из Хромантаншира. Как-то странно сегодня машут наши участники. Заявки они подавали по телефону. Впредь будем проверять, как претенденты умеют махать. А теперь пора выяснить, кто будет первым участником. У нас один вопрос и четыре варианта, которые нужно поставить в правильном порядке. Выиграет тот, кто сделает это быстрее всех. Полная тишина в студии. Итак, первый вопрос. Расположите эти пары детективов в порядке их появления на телеэкране. Малдор и Скали, Крокер и Тапс, Боди и Дойл, Рэндалл и Хопкёрк. Оптимизм покинул наших участников. Итак, правильный ответ. Это правильная последовательность. Рэндалл и Хопкёрк из сериала «Покойник» 1969 года. Боди и Дойл из «Профессионалов» 1977 года. Крокет и Тапс, полиция Майами, отдел арабов, 1984-го. И Малдор и Скали, секретные материалы 1993-го. Это правильный ответ. И вот кто из участников ответил так же. Быстрее всех оказался Нил Картер, 4,63 секунды. И он единственный дал правильный ответ. Он был единственный и самый быстрый. Готовы выиграть миллион? Да. Тогда идемте. Итак, наш первый участник – Нил Картер из графства Кент. Нил сначала учился на юриста, но потом ему это надоело, и он стал бухгалтером. В студии за Нила болеет его жена Дженни. Нил очень романтичен, настоящий мужчина. Однажды в пабе он заприметил Дженни, но на первое свидание пригласил ее только после окончания футбольного сезона. Он фанат команды Вестхэм, и сегодня надеется выиграть денег на билет в Вип-ложу. Оставшуюся мелочь он потратит на маму и жену, у обеих в этом году юбилеи, а также побалует своих троих детей. Удачи вам сегодня. Как обычно, наш компьютер выберет наугад 12 вопросов. Если на все 12 Нил ответит верно, миллион его. Все очень просто, и у него есть три подсказки. 50 на 50, звонок другу, или помощь наших изумленных зрителей. Удачи, Нил. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Вот наш первый вопрос. Какое из этих животных славится плохим зрением? Заяц, лиса, крот, белка. Ответ крот. Почему? У кротов плохое зрение. Ладно. Ответ верный, и вы выигрываете 500 фунтов. Следующий вопрос и 1000 фунтов. Это последний вопрос, после которого вы можете уйти ни с чем, но если вы правильно ответите на этот вопрос, вы получите первую несгораемую сумму в 1000 фунтов. И наш второй вопрос. Назовите фамилию певицы и телеведущей, чье имя Миша. Лондон. Роум. Москва. Парис. Парис. Ответ правильный. У вас 1000 фунтов. Вы хорошо играете. Спасибо. Спасибо. Интересный карьерный ход. Вы работали юристом. Да. И вам это наскучило? Да. И вы стали бухгалтером. Да. Мне надоело. Я три года изучал юриспруденцию, но в университете я интересовался и другими вещами. А потом выяснилось, что все пятерки у меня только за них. Так что нет ничего особенного в моем выборе. Вы фанат команды Вестхэм? Да. Удовольствие получаете? В последнем сезоне нет. Я поэтому и хочу билет в вип-ложу, эти скучные матчи, хоть смотреть в комфорте. А сколько, интересно, стоит эта ложа? Понятия не имею. Не узнавал. Но где-то порядка 10-20 тысяч. Ясно. Поднимим планку. Тысяча фунтов уже ваше. На пирожок в буфете уже хватит. И все подсказки целы. Вопрос номер три. На две тысячи фунтов. Какой игрок в крикет был посвящен Рыцаре в 2007 году? Насер Хусейн. Джеффри Бойкотт. Йен Боттем. Майк Атертон. Вы ведь фанат футбола и крикета? Думал, что да. Наверное, это Насер Хусейн. Но на сто процентов я не уверен. У вас три подсказки. Я прошу помощи у зрителей. Уважаемые зрители, у вас есть шанс проявить себя. Нил решил использовать первую подсказку. Итак, вопрос. Какой игрок в крикет был посвящен Рыцаре в 2007 году? А. Насер Хусейн. Б. Джеффри Бойкотт. С. Йен Боттем. Д. Майк Атертон. Выбирайте и голосуйте. Начали. Насера Хусейна поддержали только 16%. 14% думают, что это Джеффри Бойкотт. 67% считают, что это Йен Боттем. 3% думают, что это Майк Атертон. Похоже, что ваша интуиция вас подвела, но... Хорошо, что я спросил у зрителей. Выбираю Йена Боттема. У вас вроде истерика начинается. Итак, Йен Боттем, окончательный ответ. Да. Хорошо, что вы послушали зрителей. Это правильный ответ. У вас 2000 фунтов. Как настроение? Немного нервничаю. Я нервничаю. На что вы рассчитываете? Это, конечно, лишь догадки, но мы всегда спрашиваем участников. Сколько вы рассчитываете выиграть? Если им сильно повезет, дойду до 50 тысяч. Ну ладно, побольше оптимизма. У вас еще две подсказки. Первые претендентки на мой выигрыш – моей дочке. Потом какое-нибудь путешествие. И потом для мамы. Для юбилея мамы и жены. Сколько им лет исполнится? Я под страхом смерти поклялся не говорить. Ясно. У вас 2000 фунтов. И теперь четвертый вопрос на 5000. Из подсказок остались лишь 50 на 50. И звонок другу. Итак, на границе какого национального парка находится город Аберговени? Лейк-Дистрикт. Брэкон-Биконс. Эксмор. Нью-Форест. Наверное, Брэкон-Биконс. Нью-Форест. Это в Хэмпшире. Эксмор – это озера в Корнуэле. Я выбираю Брэкон-Биконс. Вы явно уверены. Это окончательный ответ? Да. Абсолютно уверены? Нет. Это правильный ответ. У вас 5000 фунтов. И только три вопроса отделяют вас от несгораемых 50 тысяч. Сейчас у вас 5000. Если ответите неправильно, вы потеряете 4000. У вас 1000 фунтов несгораемая сумма. Но если ответите, удвоите выигрыш. Итак, вопрос номер 5. И у вас две подсказки. С лечением какой болезни главным образом ассоциируется к хинину? Лихорадка Ласса. Малярия. Сонная болезнь. Берри-Берри. У вас 5000 фунтов. Вопрос стоит 10. У вас две подсказки. 50 на 50 и звонок другу. Можете использовать обе подсказки и уйти, забрав 5000. Можете выиграть 10 и потерять 4. Я почти уверен, что это малярия. Трудный вопрос, если бы я был дома. Наверное, воспользуюсь подсказкой 50 на 50. Куда вся уверенность подевалась? Знаю, это странно. Вы сейчас не дома, но разница в том, что здесь реальные деньги. У вас 5000, и вы можете выиграть 10. Я сначала думал о малярии, но сейчас... Воспользуемся подсказкой? Да, 50 на 50. Ясно. Уберите два неправильных ответа. Оставьте один верный и один неверный ответ. Осталась малярия и сонная болезнь. Выбираю малярию. Окончательный ответ? Да. Таким уверенным я вас не видел, с тех пор, как мы говорили о Насоле Хосене. Не бойтесь, это правильный ответ. 10 тысяч ваши! Скажу по секрету, ваша жена Дженни думала, что это сонная болезнь. Зря вы мне не сказали. Подсказка была бы цела. Так сколько ей исполнится? О нет, она меня убьет. Ясно. У вас 10 тысяч. У вас остался звонок другу, и два вопроса отделяют вас от 50. Ваша несгораемая сумма — одна тысяча. Если ошибетесь, потеряете 9 тысяч. Но можете уйти с 10 тысячами, если просто не будете отвечать. Итак, шестой вопрос. Он может удвоить ваш выигрыш, и он станет 20 тысяч. Кто написал книгу «Смертельно знаменит», действие которой происходит в реалити-шоу? Без понятия. Бен Элтон, Хьюл Лори, Шон Хьюз, Стивен Фрай. Я звоню другу. Идей нет? Нет. Ладно. И кто же может это знать? Спрошу у моего брата Ли. Он в Кенте? Да. Очень умный? Не очень, но... Каково ему это слышать? Он любит викторины и много читает, поэтому я на него надеюсь. Любит викторины и много читает. Может, лучше было ему прийти играть? Может быть. Ну, попробуем. Звоним Ли. Вы можете не принимать его ответа, просто уйти с 10 тысячами. Результат уже неплохой. Ну, посмотрим. Алло. Ли. Да. Это Крис Таррен. Как поживаете? Плохо. То есть, хорошо. Помните, что согласились подсказывать Нилу по телефону? К сожалению, да. Похоже, вы этому не рады? Совсем не рад. Вы вообще брата-то своего любите? Да, наверное. Это, конечно, не моя семья, но, похоже, зря они вас выбрали. Надеюсь, вас приободрит известие, что на кону стоят 20 тысяч фунтов. Ясно. И он вам не даст ни фунта. Ничего страшного. Ясно. Сейчас ваш брат задаст вам вопрос. Вы старший или младший? Старший. Итак, ваш старший брат задаст вам вопрос и даст 4 варианта ответа. Это один из которых стоит 20 тысяч. Ясно. Нилу, у вас 30 секунд, и время пошло. Кто написал роман «Смертельно знаменит», действие которого происходит в реальти-шоу? Бен Элтон, Хью Лори, Шон Хьюз, Стивен Фрай. Прости, я понятия не имею. «Смертельно знаменит». Реальти-шоу. Не знаю, я бы сказал «Бен Элтон», но точно не знаю. Это, наверное, самый провальный звонок другу. За всю историю шоу. Вы не знаете других моих друзей. Господи. Ну и что будете делать, согласитесь, с неуверенным? Бен Элтон. Нет, я лучше деньги возьму. Я так и думал. Точно играть дальше не будете? Не буду. Что подсказывает интуиция? Наверное, Бен Элтон. Книг он написал больше трех других. Но я не знаю. Вы точно хотите взять деньги? Да. Аплодисменты. Мы прощаемся с Нилом Картером. Так или иначе, результат неплохой. 10 тысяч фунтов. Но скажу вам, что ваш застенчивый младший брат сказал «Бен Элтон?» И вы думали так же. И это был правильный ответ. Но 10 тысяч – это неплохо. Поаплодируем. Спасибо, Нил. Спасибо. Спасибо. 10 тысяч. А у нас еще 9 участников с нетерпением ожидают игры. Время отборочного тура. Пожалуйста, полная тишина в студии. Вот следующий вопрос. Расположите эти романы в хронологическом порядке написания. Джейн Эйр, Повелитель мух, Ревизон Круза, Великий Гэтсбей. Что-то все слишком озадачены. Итак, сначала верный ответ, а потом кто был первым? Самый ранний роман. Робинзон Круза, Даниэль и Дефо, 1719 год. Потом Джейн Эйр, 1847 год. Великий Гэтсбей, 1925. И самый недавний. Повелитель мух, 1954. Вот правильный порядок. И сколько участников справились? Двое. И кто был быстрее всех? Иэн Греттон, 4,86 секунды. Да вы просто метеор. Готовы выиграть миллион? Почему бы нет? А иначе зачем? Зачем я сюда пришел? Конечно. Наш следующий участник – Йен Греттон из Брайтона в Восточном Сассексе. Он работает автором и редактором текстов для корпоративных клиентов. Говорит, что 6-7 лет назад брал у меня интервью для журнала, в котором тогда работал его мечта купить паб. А его дочь работает менеджером в местном хостеле, что очень удобно. У вас, Йен? Прямо семейный подряд. А в зрительном зале его жена Барбара, с которой они вместе уже 6 лет. Она администратор в университете. Этот брак для обоих второй, и у них на двоих 4 взрослых дочери и 3 внука. Они любят путешествовать, и сегодняшний выигрыш им в этом поможет. А может и позволит сделать первый взнос в паб. Итак, 12 вопросов, 3 подсказки. И миллион фунтов, которые можно выиграть. Удачи! Сыграем! Кто хочет стать миллионером? Как вы видели, 10 тысяч фунтов разыгрываются мгновенно. Ваш первый вопрос на 500 фунтов. Какой премьер-министр ассоциируется со знаком В в значении победа? Энтони Идден, Невил Чемберлин, Стэнли Болдуин, Уинстон Черчилль. Ответ Уинстон Черчилль. Это правильный ответ, и у вас 500 фунтов. Известная фотография Черчилля с сигарой и пальцами в форме буквы В. И это последний вопрос, после которого Йен может уйти ни с чем. Второй вопрос на сумму 1000 фунтов. Все три подсказки целы. Легун. По-французски значит... Хлеб, рис, овощи или мясо. Французский знаете? Это значит овощи. Ответ правильный. У вас 1000 фунтов. Сохраняем спокойствие. Готовы? Ваша кошка однажды написала на Тургидо в Брайтоне. Да, проблема в том, что, как вы сказали раньше, моя дочь работает менеджером. А мы с Барбарой раньше жили рядом. И у кошки была привычка перепрыгивать через забор во двор паба. И однажды она прыгнула с забора на столик и опрокинула чье-то пиво. А этот парень как раз сидел и писал обзор ресторанов для путеводителя. И он написал, «Отличный паб, но не садитесь во дворе». И мы ему сказали, что это наша кошка. И он даже написал ее имя в этой книге. Ну что же, у вас 1000 фунтов, и вы, конечно же, хотите намного больше. Вы хотите путешествовать, купить паб? У вас несгораемая сумма в 1000 фунтов и три подсказки. Попробуем выиграть 2000. Третий вопрос. Какое из этих веществ используется при изготовлении фарфора? Сукновальная глина. Каолин. Бентонит. Майолика. Это Каолин. Уверены? Да. Окончательный ответ? Да. Это правильный ответ. 2000 фунтов ваши. Каолин еще называют фарфорной глиной. У вас 2000 фунтов. Как настроение? Хорошее. Отлично. Четвертый вопрос на 5000. У вас несгораемая 1000 и три подсказки. И вот вопрос. Какая из этих стран расположена между Гренландией и Норвегией? Швеция, Финляндия, Дания, Исландия. Что вы хихикаете? Да нет, я просто заволновался. Это Исландия. Ответ окончательный? Да. А почему заволновались? Когда появились первые три ответа, я подумал, что это? Ведь там между ними Исландия. Абсолютно уверены. Да. На все 100? Это правильный ответ. 5000 ваши. Итак, Йен Греттон из Брайтона выиграл 5000, и следующий вопрос на 10 тысяч. Все его подсказки целы, и лишь 8 вопросов отделяют его от миллиона фунтов. Не переключайтесь. Ну что, Йен, готовы? Да. Хотели бы вы уйти отсюда с миллионом фунтов? Барбара сказала, что даже если я выиграю тысячу, она будет счастлива. Она удивится. Она там, наверное, уже счастливой сидит. Будет неплохо дойти до 50, но... Интересно, список друзей для звонка включает Луизу, вашу дочь, которую заботит только одно, кто будет кормить кошку. Звонок другу длится всего 30 секунд. Нет, нет, они в отпуске. Я кормлю кошку, пока их нет. И она волнуется, что если я долго здесь пробуду, кошка будет голодной. То есть удачи она вам не желает. А кто тут еще в списке? Вы ведь старались выбрать получше. Школьный друг 50-летней давности. Да, который был очень способным 50 лет назад. То есть это Луиза, которая больше волнуется за кошку, и друг, которого вы не видели 50 лет. Что ж, удачи вам с ними. И у вас 5000 звонок другу, который станет событием, помощь зрительного зала и 50 на 50. Это вопрос на 10 тысяч фунтов. Итак, членами какой комедийной команды являются Марк Геттис и Рис Ширсмит? Молодые. Монти Пайтон. Лига джентльменов. Хорошие парни. Лига джентльменов. Откуда вы знаете? Ну, они слишком молоды для Монти Пайтон или хороших парней. Да и для молодых слишком молоды. Слишком молоды для молодых? Да. Давно это было. Там еще были Рик Майл, Эдмонсон и остальные. Ответ окончательный? Да. Это правильный ответ. Блестящая логика. Вы выиграли 10 тысяч. Там еще были Стив Пембертон и Джереми Дайсон. У вас 10 тысяч и до несгораемой суммы в 50 тысяч осталось два вопроса. И все подсказки целы. Итак, вопрос номер 6. На 20 тысяч. Словосочетание «Старый Союз» относится к Альянсу Шотландии с какой страной? С Францией, Португалией, Ирландией, Испанией. У вас 10 тысяч, на кону 20. Мне кажется, я знаю, но... Лучше я спрошу у зрительного зала. Итак, зрители, на кону 20 тысяч все серьезно. Вот вопрос. Словосочетание «Старый Союз» относится к Альянсу Шотландии с какой страной? А. Франция. Б. Португалия. С. Ирландия. И. Д. Испания. На кону 20 тысяч. Начинаем голосование. 46% проголосовали за Ирландию, 45% за Францию. Ну, спасибо вам! Скажите, пожалуйста, вы сами к чему склоняетесь? Я склоняюсь к ответу Франции. И что будете делать? Либо выигрываете 20, либо теряете 9. Это, конечно, не Ирландия. Хотя меня беспокоит, что половина зрительного зала думает именно так. Я возьму подсказку 50 на 50. А что, если останется Ирландия и Франция? Выбор случайный, я обещаю. Итак, компьютер, уберите, пожалуйста, два любых неправильных ответа и оставьте один правильный и один неправильный. Ну, 46%, которые думали, что это Ирландия. Молодцы, нечего сказать. За Францию было 45%, так что вы, видимо, были правы. Франция? Да, Франция. Окончательный ответ? Окончательный. Вы потеряете 9 тысяч, если ошибетесь. Но вы не ошиблись, вы выиграли 20 тысяч. Дело серьезное. У вас осталась одна подсказка и следующий вопрос на 50 тысяч. У вас, конечно, остался звонок другу, но вы его не видели с 5-летнего возраста. Но позвоните вы или нет, вы можете уйти с 20 тысячами, что не так плохо. Итак, седьмой вопрос. Если дадите неверный ответ, потеряете 19 тысяч. Но даже если используете подсказку, можете забрать деньги. Кто исполнил главную песню в фильме про Джеймса Бонда 2002 года? «Умри, но не сейчас». Кайли Миноук? Мадонна? Софи Элис Бэкстер? Шер? Что думаете? Думаю, Мадонна. Кажется, у нее была и небольшая роль в этом фильме. Как-то они сливаются все в один, эти фильмы о Бонде и музыка из них. Да, но это точно не Кайли Миноук. Она там никогда не пела. Да и Шер тоже. А Софи Элис Бэкстер? Не думаю. А вот Мадонна из этих четырех точно там пела. Поэтому ответ «Б» — Мадонна. Вы потеряете 19 тысяч, если это не она. Да, я знаю. Окончательный ответ? Окончательный. И у вас осталась одна подсказка. Могли бы воспользоваться. Вы выиграли 50 тысяч фунтов. Неплохо. 50 тысяч прямо на ваших глазах. Ян Грэнтон, это минимальная сумма, с которой вы сегодня покинете шоу. Приятно? Да, приятно. Вы слишком спокойны. Ну... Бабра ужасно переживает. Это вам. Берите. Посмотрим. 50 тысяч ваши. Как минимум. Но мы их вам пока не отдадим. Ну и заберите назад. Они ваши, чтобы не случилось. От миллиона вас отделяют пять вопросов. Вопрос номер 8 на 75 тысяч. Итак, внимание. Какая профессиональная теннисистка в 2006 году стала монахиней? Маргарет Корт, Иван Колли, Андреа Йегер, Энн Джонс. Вы слышали об этом? Да, я помню эту историю. Такое трудно забыть. История про монашку. Знаете, кто это был? Я думаю, это была Андреа Йегер. И так как теперь мне нечего терять, решусь на этот ответ. Андреа Йегер. Окончательный ответ? Окончательный. Вы выиграли 75 тысяч фунтов. Ян Греттон. Итак, началась игра по-крупному. И у вас все еще есть очень важная подсказка. Звонок другу. Вот ваша сумма. Что-то руки у вас короткие. Извините. Это чек на 75 тысяч фунтов. Но мы вам его не отдадим. Пока. Вас ждет следующий вопрос на 150 тысяч. Дело серьезное. Вы можете удвоить свой выигрыш. У вас несгораемые 50 тысяч. Если вы будете отвечать и дадите неправильный ответ, вы потеряете 25 тысяч. Если вы дадите правильный ответ, вы удвоите выигрыш и получите 150 тысяч. Вы все еще можете позвонить другу или уйти, забрав 75 тысяч. Вопрос на 150 тысяч. Вопрос номер 9. Кто был президентом США, когда было создано агентство НАСА? Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон. Итак, вопрос на 150 тысяч. Надо звонить другу. Президент США на момент создания НАСА. Трумэн, Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон. Я позвоню другу. Ясно. Будет ли это дочь, волнующаяся за кошку? Или ваш маленький друг, которого вы не видели полвека? Нет, нет. Мы с ним видимся. Ну ладно. Испортили мне всю шутку. Извините. Очень важно, кого вы выберете. Думаю, это будет Боб. Боб? Боб. С ним вы учились в школе? Да, учились. И все еще дружим. Чем он занимается? Он на пенсии. Раньше занимался примерно тем же, что и я. Но сейчас на пенсии. Алло. Боб? Да. Привет, это Крис Таррен. Как поживаете? Очень хорошо, спасибо. Помните, вы согласились помочь другу на телевикторине? Веселый у вас смех. Йен тут отличный результат показывает, но с одним вопросом затык. Хорошо, Крис. Сейчас вы услышите его голос. У вас 30 секунд. Йен, время пошло. Боб, кто был президентом США, когда было создано НАСА? Гарри Трумэн? Гарри Эс Трумэн? Дуайт Эзенхауэр? Джон Кеннеди? Или Линдон Джонсон? Когда НАСА было создано? Да. Еще раз, варианты. Трумэн, Эзенхауэр, Кеннеди Джонсон. Я тоже не знаю. Ты как думаешь? Не знаю. Ничего, не волнуйся. Я даже не знаю никого, кто бы мог это знать. Спасибо, Боб. Пока. Я, пожалуй, деньги возьму, Крис. Так и думал, что вы это скажете. Да, так я и сделаю. Да. Я всегда говорил себе, что если дойду до этой точки, и у меня сработает интуиция, я рискну. Но сейчас вы здесь. Да. И все по-другому? Именно. Выбирайте. 150 тысяч фунтов? Нет, нет. Останусь при своем решении. Ответ окончательный? Окончательный. Что ж, аплодисменты Яну Греттену. Прекрасная игра. Яну корит с 75 тысячами фунтов. У вас был один момент. Мгновение. Когда вы почти передумали и чуть не... Да. Вы бы потеряли только 25. Да. А выиграть могли бы 150. Каков был бы ваш ответ? Ведь был момент, когда вы усомнились. Я хотел сказать Кеннеди. Почему? Ну, примерно в то же время началась космическая гонка, и именно Кеннеди запустил космическую программу. Но, если бы вы сказали, что это Джей Эф Кеннеди, вы бы потеряли 25 тысяч фунтов. Эйзенхауэр? Если бы вы сказали Эйзенхауэр, я бы уже выписывал чек на 150 тысяч фунтов. Да, это же конец 50-х. И теперь Эйзен уходит с этим чеком на 75 тысяч фунтов. Добро пожаловать в финальную часть нашего шоу «Кто хочет стать миллионером». Восемь оставшихся претендентов жаждут сыграть в отборочном туре. Итак, полная тишина в студии, и вот следующий вопрос. Расположите фамилии этих людей в алфавитном порядке. А. А. Милл, Артур Миллер, Джон Мильтон, Джон Миллс. Итак, вот правильный порядок. Посмотрим, кто дал правильный ответ и кто справился первым. Артур Миллер, Джон Миллс, А. А. Милл, Джон Миллтон. Это правильный порядок. Посмотрим, кто ответил верно и кто был быстрее всех. Единственный правильный ответ у Терезы Хьюитт. Время 11 секунд и 73 сотых. Тереза, это вы! Потрясены? Ради этого стоило приезжать из Экл Фэккен? Это точно. Пойдемте выигрывать миллион фунтов. Пойдемте. Наш следующий участник Тереза Хьюитт, которая жила в Бирмингеме, на севере Англии, в Германии и в Италии. А последние полгода проживает в местечке с милым названием Экл Фэккен в Шотландии. До пенсии Тереза работала на почте, но за время своей долгой и разнообразной карьеры она работала и на BBC, и на RAF, а также шила и продавала одежду, и даже организовывала детские праздники. Ее муж Майкл в зрительном зале. Эта пара сложилась чуть ли не в детстве. Они счастливо женаты уже 40 лет. Я предвидел этот вздох. У них трое взрослых детей и пять внуков. Если игра будет удачной, Тереза купит дачу в каком-нибудь теплом месте за морем. А если не очень удачной, она починит крышу в доме в Экл Фэккен. Ну что ж, у нас 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Удачи, Тереза. Начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Из головокружительной высоты в 150 тысяч фунтов мы спускаемся на отметку в 500 фунтов. Первый вопрос. Какое сооружение может иметь дверь, открывающуюся вверх? Школа? Гараж? Летний домик? Церковь? Это гараж, Крис. Точно не церковь? Нет, не церковь. Это правильный ответ. У вас 500 фунтов. Последний вопрос, после которого вы можете уйти ни с чем. Уверен, этого не будет. У вас 3 подсказки, хотя вряд ли они вам сейчас понадобятся. Ответив на третий вопрос, вы получите несгораемые 1000 фунтов. Как называется район Лас-Вегаса, известный своими казино и отелями? Блок, лейн, пресинк, стрип. Ответ D, стрип. Уверены? Да. Ответ правильный. У вас несгораемая сумма в 1000 фунтов. Так вы родились в Бирмингеме? Да. А потом кочевали по всей Европе? Да. И наконец обосновались в городе Эккл-Фэккен? Да. Почему? Я понимаю, что красивое место, но почему именно там? Мы решили выйти на пенсию и съехаться с семьей дочери. И мы пытались найти дом с большим участком, чтобы для нашего трейлера было место. Мы нашли вариант, но его кто-то перекупил. А свой дом мы уже продали. И нам надо было срочно что-то искать. А Шотландия – это единственное место, где можно купить большой дом за разумные деньги. Ясно. У вас несгораемая сумма в 1000 фунтов. Три подсказки и следующий вопрос на 2000. Какого цвета разновидность кварца, часто называемого цитрин? Желтый, розовый, фиолетовый, черный. Вопрос на 2000. Цитрин. Ответ А. Желтый. Уверены? Да. Где вы его видели? Пару лет назад я покупала дочери сережки с цитрином, и они были желтые. Окончательный ответ? Да. Это правильный ответ. У вас 2000 фунтов. Вы спокойны? Нет. Ясно. Нервничаете? Да. Ясно. Еще на вопросы будем отвечать? Да. Вы за этим сюда и приехали, и у вас еще три подсказки. Вы выиграли 2000, и у вас несгораемая сумма в 1000 фунтов. Вопрос номер 4 на 5000 фунтов. С каким графством ассоциируется сорт кормовой свеклы в Урцеле? Сомерсет, Дорам, Норфолк, Чешир. Не уверена. Вурцель. Не могу выбрать из двух. Можно спросить зрителей? Конечно. Вопрос на 5000 фунтов. Господа, вам выпал тяжелый вечер. Вопрос для Терезы. С каким графством ассоциируется сорт кормовой свеклы в Урцеле? А. Сомерсет. Б. Дорам. С. Норфолк. Д. Чешир. А, Б, С или Д. Голосуем. 86% проголосовали за Сомерсет. 2% считают, что все зло идет из Чешира. 3% за Дорам и 9% за Норфолк. А вы выбирали между Сомерсетом и Норфолком? Да, потому что и там, и там говорят в нос. Вы про Урцель? Так каков ответ? Пусть будет Сомерсет. Окончательный ответ? Окончательный. И это правильный ответ. У вас 5000. Спасибо. На русский язык программа озвучена компанией Видеофильм. по заказу телекомпании Стрим в 2011 году. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ